Всем мира и добра! Меня зовут Оксана и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено омоложению вот этой орхидейки. Я обещала это сделать и я обязательно вам покажу, расскажу как и что и зачем буду делать. Во-первых, хочу сказать, что эта орхидейка будет вынуждена мной омолаживаться. Я не имею на самом деле никакого желания это делать, но вынуждена. Корни у орхидеи замечательно растут. Это закрытая система. Орхидея Лико Фантастик. Я показывала ее в прошлом видео. У нее тогда еще узнаваемые были цветы, но у нас достаточно жарко, поэтому цветонос усох буквально за считанные дни. Я, конечно же, его сегодня уберу, но в принципе и саму орхидейку тоже буду срезать. В чем причина, почему же я эту красавицу хочу омолаживать, вернее вынуждена омолаживать. Посадку этой орхидеи я делала два года назад и при этом еще у продавца было снято два листа. Я как бы на это дело обратила внимание. Поливы очень аккуратно делала, чтобы не увлажнить вот этот ствол у орхидеи. Но тем не менее, в этом году были крайне негативные, неприемлемые условия содержания. И орхидея начала желтеть еще два листа. Вот такая вот у нее шея на сегодняшний момент. Я обрабатывала кашицей фундазола это место. Но смотрю, что вот, не знаю будет ли видно, начал усыхать еще один корешок. Ну и как бы шея сама очень непрезентабельная. Поэтому хоть и жарко, но я именно сейчас хочу сделать и омоложение. И сразу хочу сказать о рисках, которые связаны с этой процедурой. Ну во-первых, если вы планируете орхидею сажать в субстрат. И в принципе омолаживать орхидею лучше тогда, когда она находится в активной фазе роста. У меня вот на данный момент у орхидеи растет листочек. Есть пару корней воздушных, которые я вижу тоже не в активном росте. Но тем не менее, омолаживание лучше выполнять в начале весны, как только орхидейка просыпается. Кстати, тут важно сказать, что вот это цветение, это еще ее зимнее цветение. Где-то начало распуска было в феврале. И вот практически до июня это цветение продолжалось. Поэтому делать раньше не хотела. Плюс дала себе время еще понаблюдать за этой орхидеей. Но время пришло. Хотя скажу, что я очень много времени упустила в связи с этим цветением. И теперь придется мне делать омоложение. Я его буду делать в таких экстремальных условиях. Сейчас покажу температуру в комнате, где у меня находятся орхидеечки. Сейчас у меня увлажнитель воздуха отключен. Я его ближе к вечеру ставлю. Вот такая вот температура и влажность в комнате. Поэтому я буду эту орхидейку переводить на открытое содержание. У меня есть наглядный опыт и результаты, которые я могу с вами поделиться. Если вдруг у вас вынужденно произошла такая ситуация. Не дай бог, орхидея заболела. И вам вынуждено приходится срезать верхнюю часть. Даже с учетом того, что у нее есть воздушные корни. Все-таки при высоких температурах орхидея испытает и без того колоссальный стресс. Ну и корни у нее, если вы будете сразу переводить ее в посадку, вряд ли адаптируются. И орхидейка однозначно возможно заболеет. Ну а стресс ей обеспечен 100%. Поэтому у меня есть два варианта развития событий. Первый вариант это как вот эта орхидеечка, которая у меня в открытой системе уже практически год живет. Это детка, которую я тоже экстренно снимала с пня, который погибал. И я на тот момент абсолютно ничего не знала об открытой системе. Но именно такой способ помог мне ее сохранить. И имея совсем коротенькие корешки, я вам обязательно оставлю ссылку на первый обзор этой орхидеечки. Она выжила и более того, неплохо развивается в течение года. И покажу еще одну орхидеечку. Я ей совсем недавно выполняла посадку. Это был купленный подросток в размере 7, у которого была черная сухая гниль на стволе. И очень глубокую зачистку я выполнила. 50% ствола где-то пришлось зачистить. Такое было поражение глубокое. Я ей сделала посадку. Как раз потому, что я не могла ее оставить в открытой системе. Потому что она могла в любой момент просто сломаться. Корней у орхидеечки немного, но тем не менее не есть. Посадку сделала мы во влагоемкий субстрат. И тем не менее мы можем видеть, какой тургор у орхидеечки. И более того, она у меня не находится в этой комнате. Я ее сюда принесла просто вам показать. Она стоит в более прохладной комнате, в которой порядка 25 градусов. И тем не менее, орхидейке тяжело очень. Поэтому раз я уже вынуждена делать омоложение вот этой орхидеи. И у меня, скажем так, совпадает период активного роста. Это обязательно условие для омоложения. Но у меня не совпадает сезон. Уже жарко и орхидеи. И для орхидеи это уже очень критично. Поэтому я расскажу, что делать именно в таких условиях. Как омолодить орхидею, скажем так, в плановом режиме, без экстренных моментов. Я вам обязательно оставлю ссылку на видео, в котором я подробно по пунктикам расписываю, что нужно делать, что нужно учесть. В том видео была омоложена у меня орхидея пульсацией. Вот она. Сейчас она не цветет. Уже цвела. Цветонос я ей срезала. Она адаптируется потихоньку. Потихоньку у нее растут молодые корни. Но в целом орхидейка неплохо себя чувствует. Но опять же, риск того, что орхидея будет достаточно долго восстанавливаться после омоложения, он обеспечен. Даже если все сделать правильно. Даже если все сделать вовремя. Ну а я сегодня покажу, что делать, если у вас такое экстренное омоложение. И вы видите, что орхидейки становятся действительно день от дня хуже. Первого-наперво мы срезаем все цветоносы. Так орхидея будет гораздо легче. Тем более мы видим, что мой цветонос, она засушила полностью. Так, перед тем, как срезать шею, я еще раз обеззаражу инструмент. Потому что мало ли что там было на цветоносе, перед тем я тоже зачищаю. Всегда перед каждым видео делаю чистку инструмента. Но когда добираемся к шее, это нужно сделать обязательно повторно. Что теперь? Конечно, очень важно определить, в каком месте и с каким количеством воздушных корней вы будете оставлять свою орхидею. И еще немаловажный вариант. Кстати, с пульсацией у меня так и произошло. Пень со временем дал деточку. Деточку я уже вырастила. Я ее оставлю в видео, если найду, где я делала обзор этим деткам. Они неплохо развиваются. И деточку я уже давным-давно подарила. Поэтому, что нужно делать и как нужно делать? Если у вас очень длинный ствол, на этом стволе присутствует большое количество пар листьев, есть много воздушных корней, то, конечно, рез вы можете делать с таким учетом, чтобы хотя бы пара листов осталась на пне. Но так как у меня это экстренное омоложение и не так много уже осталось листьев, и корни, в принципе, те, что в горшке, весьма неплохие, а те, что вот у меня на поверхности тоже здоровые. Поэтому я буду делать срез достаточно просто. И так как это у меня вынужденное омоложение, я буду делать так, как посчитаю нужным, с учетом того, что мне важно сохранить. Так, достану держатель. Мне важно сохранить именно мою орхидею, мой экземплярчик. А пень, если даже не даст детей, потому что листьев нет, ну, значит, и не даст. Так, попробую. Несколько корней вот опустились в посадку. Попробую достать. Так, это тянется. Вот такая у меня ситуация, когда корни проросли в глубь горшка. Сейчас попробуем немножечко все это дело расшевелить. Очень крепко держится. Я уже тут докопалась практически до середины горшка. И корень этот никаким образом не выдернуть. Я, наверное, просто его отрежу, потому что я не достану его. Конечно, он со временем погибнет, но я чувствую его просто в любом случае тоже травмирую, если буду за него тянуть. Так, и последний корень у меня остался в этой посадке. Вот это корешуля. Тоже где-то он здесь зацепился. Буду делать раскопки. По-моему, он дорос. Вот он, этот корень. Он дорос очень глубоко. Вот, достала. И так покажу сейчас всю орхидейку. Смотрите, корень пророс прямо через кору, насквозь. Не знаю, первый раз такое вижу. Вот он и держал очень долго, не могла достать. Но в любом случае, попробую, может быть, сейчас срезать аккуратно этот кусочек коры. Может быть, вот так. Она мокренькая. Видите, прям корень пророс внутри коры. Не знаю, как такое вообще возможно, но, видимо, возможно. Я почему-то до этого считала, что корни обходят преграды. А оказывается, вот они могут через них проникать. Ну, как бы там ни было, буду рассказывать, что с пнем, что с орхидеей буду делать. Итак, пень. Вот мой пень. А так он, в общем-то, и останется. Так, горшочек. Субстрат в горшке влажный. Поэтому поливать я в ближайшее время вообще его не буду. Даже не знаю, когда буду поливать. Потому что этот пень лишился листьев фотосинтеза. И, в принципе, все процессы в нем теперь замедлятся. Естественно, растение тоже испытает шок, стресс. И это может способствовать тому, что орхидея выдаст мне деточку на пне из какой-нибудь спящей почки. Такое вполне вероятно. И это довольно частое явление. Поэтому в нем все понятно. Минимум влаги, потому что теперь листьев нет, и эта влага с такой скоростью не усваивается. Вот. И наблюдаем. Единственное, что можно сделать, чтобы простимулировать такой пень, можно обработать со временем стимулятором роста. Можно обработать смесью янтарной кислоты и нашатырного спирта. Тоже, в принципе, действенное средство для получения деток. Пень пусть подсыхает, ничем я его обрабатывать не буду, ничего ему, в общем-то, не грозит. Ну, а с самой орхидеечкой, что я буду делать? Во-первых, тоже, кстати, очень важно сказать, для хорошего, эффективного омоложения все-таки нужно, чтобы на орхидее было более чем две пары листьев, чтобы это было взрослое растение, мощное, сильное, у которого будет силы справиться с таким стрессом, преодолеть его и, в принципе, расти дальше. А корни у меня здесь тоже присутствуют в хорошем качестве и длине. Это тоже очень важно. Мы не можем обладить растение, вернее, можем, но это будет достаточно критично и для растения и больше рисков, что процедура не закончится хорошим результатом, если на верхушке совсем нет корней. То есть, мы должны понимать, что корни должны быть. Чем больше, тем лучше, чем длиннее, чем качественнее. Все это влияет на конечный результат. Итак, у меня здесь корни есть. В принципе, неплохие. Вот этот корешочек, который начал усыхать от основания. Я за ним пока понаблюдаю. Орхидеи у меня теперь будет какое-то время, а может быть, и всегда содержаться в открытой системе, поэтому это намного облегчает вот такие вот кризисные, какие-то непонятные моменты, которые сложно оценить. То ли это влияет на здоровье орхидеи, то ли нет, еще пока не ясно. Итак, вот здесь у меня стоит вода, стоит она у меня здесь не зря, и кашпо, в котором я буду хранить, содержать эту орхидею. Я буду использовать сегодня циркон, буду использовать 4 капли на литр. Почему? Это хороший антистрессант, стимулятор роста и поддержит мою орхидеечку. 1, 2, 3, 4. Вот такую критическую минуту, для того, чтобы она не приболела, не задумалась надолго и уменьшить ей стресс. Теперь, так как у меня, кстати, можно посмотреть, вот этот срез, видите, он практически сухой, он практически безжизненный. Вот эта вот черная, такая непонятная шея, она осталась на пне. Здесь кое-что есть, но пока я трогать не буду, пусть все подсохнет, я посмотрю на эти корни, как они себя будут вести. Срез этот я мочить не буду, ни сейчас, ни в принципе пока вообще. Опускаю корни в водичку. Тут нужно понимать, что это воздушные корни и воды в таком прямом контакте они не видели, кроме тех, которые были в горшке. я его так подальше отодвину, чтобы вам было видно. Поэтому они достаточно хрупкие, им нужно постепенно добавлять давление, чтобы погрузить все. Сразу не стоит применять силу, вот они не хотят ложиться в горшочек, но и не хотят. Это понятно, они жесткие сейчас хрупкие. Как-то хочу ее зафиксировать и постепенно буду опускать. Так, вам видно, что-то ничего не видно. Вот такие корешули. Да, они непослушные. Они не были ни в какой форме. Я имею ввиду, не поддаются укладке, потому что они всегда росли свободно. Когда мы достаем орхидейку из горшка, то корни, как правило, уже имеют форму этого горшка, того сосуда, в котором росла орхидея, когда вот они вот, наверное, вот так я ее оставлю. Нижние корни хорошенько подпитываются, а верхние корни, там, где они еще достаточно ломкие, я не буду насильно толкать вниз. Пусть постепенно эти корни будут напитываться водой, будут становиться эластичной и потом скорее всего она сама опустится в этот горшочек. Что же сказать по поводу ухода за такую орхидею и что я буду делать дальше? без вас я точно делать ничего не буду, все буду делать на камеру, чтобы это можно было использовать как такое пособие для того, чтобы если вдруг вам понадобится, тоже можно было прибегнуть к моим советам. ну а в принципе срез скорее всего я посмотрю буду обрабатывать или нет если будет какая-то перспектива возможность того, что чернота пойдет дальше. Можно было бы обработать максимом, но посмотрю если получится аккуратно это сделать, то я это сделаю. Мне очень не нравится когда орхидея в открытой системе и вот такое красное обработанное пятно. Ну хотя в принципе если наверное сравнивать эстетический вид и здоровье орхидеи, то наверное здоровье куда важнее. Вот. Ну в любом случае я еще подумаю что мне с ней делать. Я точно знаю, что этой орхидейке ничего не будет грозить в такой системе ухода. Оставлю я ее в цирконе на пару часов, потом дам просохнуть несколько дней и потом буду опрыскивать корни и оставлять на дне небольшое количество воды. Вот как у орхидеи открытого содержания. Вот они цветут и у них есть на донышке. Я показываю эту, потому что все остальные у меня на просушке. На этой виднее всего. Вот совсем небольшое количество воды для того, чтобы орхидейка могла подпитываться и смотрите какой у нее замечательный тургор. В отличие от вот этой, которая вроде бы посадки, вроде бы влагоемкая, но тем не менее ей гораздо тяжелее, чем тем орхидеям, которые в открытой системе. Поэтому обязательно буду рассказывать и показывать какие будут успехи у этой орхидеички Лико Фантастик. Даст ли пень детку или не даст, а может быть мы даже вместе с вами простимулируем его и потом посмотрим на результаты, возможно даже так. Еще хочу сказать, что в ближайшее время хочу сделать эксперимент с наращиванием корней в открытой системе, какая методика, какой способ, какой препарат будет более эффективным. обязательно наглядно все это вам покажу, расскажу и будем вместе с вами ожидать результатов. Ну а на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание, что досмотрели до конца. Берегите себя. Всего вам доброго и до свидания.